На этих выходных, кроме пешеходного проспекта Мира, перекроют и проезды вдоль бульвара Маяковский, от Тюза до Крастраба. Там отметят День Крещения Руси и будут раскрашивать гигантских матрешек. А вот все остальные перекрытия в городе связаны с ремонтами или стройками. Адреса и сроки у Анастасии Цыгановой. Лето, время перекрытий, конечно, немного кого раздражает, но разбираться в них нужно. Давайте вместе запоминать адреса. Первая точка – улица Октябрьская. Здесь временно ограничат движение транспорта аж до 30 октября. Здесь идут достаточно масштабные строительные работы. Здесь появится новый надземный пешеходный переход к жилому комплексу «Метрополис». Будет сужена проезжая часть по улице Октябрьская на участке длиной почти 200 метров в районе зданий по улице Авиаторов 19 и нового строящегося дома по Октябрьской 12. Кажется, столько знаков в одном кадре мы еще не видели. Еще одна перекрытая точка в Октябрьском районе – это улица Новосибирская, а это улица Спартаковцев. И проезд по ней до 1 августа будет закрыт. Это район 69-го дома. Здесь идет перекладка теплосетей. Работы идут полным ходом под бодрую музыку. Кажется, проблем на этом участке больше у пешеходов, чем у водителей. Вот все сейчас вдоль Новосибирской огорожено такими заборами. И проходить этот участок можно, либо выходя на проезжую часть, либо как-то балансируя на бордюре. Еще одно неудобство в самом центре – это улица Сурикова. И здесь от 35-го дома и вон туда до Ленина совсем скоро, вот сегодня-завтра, перекроют частично дорогу. Говорят, что вот эта левая крайняя полоса будет перекрыта. Но сейчас вот рабочие уже достают знаки ограничительные, все это будут устанавливать. Они будут там вот сделать, загородили, да и все, понимаете. А людям как? И спрашиваются, вот только место заняло, ради чего. Готовы потерпеть? Если они что-то реально сделают, то почему бы не потерпеть? Ну, чтобы это не превращалось, знаете, загородят, а потом приходят через 2-3 месяца. На этом участке будет идти ремонт сети, работы продлятся до 14-го августа. И разберемся в праздничных перекрытиях. Совсем скоро у нас 2-е августа, день ВДВ, и к нему уже во все идут приготовления, в том числе и здесь, на Дудинской, возле Мемориала Победы, будет частично закрыта парковка с 8-ми утра и до 11-ти, и улица Дубинского. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть с высоты. А вот Дубинского перекроют на участке от улицы соревнования до Игарской, также с 8-ми и до 11-ти утра 2-го августа для церемонии возложения цветов. И правый берег здесь уже на этих выходных тоже меняется схема проезда вдоль бульвара Маяковского. Мы сейчас на нем находимся, это участок практически пешеходный от Тюза и до Красраба. Проезды вдоль бульвара закроют с 8-ми утра в субботу. Но уже в пятницу начнут временно останавливать машины, не давать им парковаться, потому что здесь в выходные пройдет такой прогулочный формат проекта Нововилова. Ну, грубо можно все-таки сравнить это с проектом в центре мира, только здесь он на Тюзе более такой локальный, и обещают развлечения для детей, для семей. Для детей здесь очень интересно, в прошлый раз было, здесь много было всяких конкурсов. Вам не мешают вот такие толпы, празднования? Нет, совсем нет. Детям весело. Что касается удобств и неудобств, они возникают в любом случае, потому что любой праздник и любое событие создает как удобство, так и неудобство. Жизнь она проходит, поэтому если вы все время будете ожидать только комфорта, вы не добьетесь никаких успехов. И, конечно, не забываем про перекрытия на проспекте Мира и на улице Кирова. В рамках пешеходного проекта в центре мира на этих выходных будет перекрыто. И уже известно, что следующие, 6 и 7 августа, тоже проект будет работать. Учитывается это всем гладеньких дорог и коротеньких пробок. Анастасия Цыганова, Сергей Польшаков. Новости Прима.